София Драбатович – учитель географии и биологии. Работать в самую большую школу района пришла пять лет назад и с головой окунулась в профессию. За это время поняла, что педагогическая деятельность – действительно ее призвание. Педагогом мечтала стать давно. К сожалению, у меня никого не было в роду педагогов, но я очень люблю работать с детьми, поэтому выбрала именно эту профессию. Молодой учитель идет в ногу со временем и старается внедрять в работу новые педагогические и инновационные технологии. Гаджеты, QR-коды, визуализация, творческие задания – все эти подходы делают уроки географии живыми, интересными и эффективными. Ученики это ценят. София Александровна, она хорошая, добрая учитель и интересно все объясняет. QR-коды, разные задания, листики – это интересно. Старания молодого педагога не остались незамеченными и у администрации школы. Софии Дробатович предложили стать участницей первого республиканского конкурса «Педагогический дебют-2023». И она с удовольствием приняла предложение. Было несколько этапов. Был заочный этап, когда мы отправляли разработку моего урока и отправляли эссе. Второй этап уже, когда я пришла на заочном этапе, то есть набрала наибольшее количество баллов, второй же был этап очный. Мне нужно было дать открытый урок в городе Заславле. Затем было публичное выступление в онлайн-форуме. И третий этап уже был заключительный – это визитная карточка. Вот когда мы ездили в Борисов и представляли наш район. По мнению Софии, самым сложным было дать урок в незнакомом классе, когда невозможно спрогнозировать активность учеников и уровень их знаний. Высокой была и конкуренция. Заявки в номинации «Молодой учитель» подали 64 конкурсанта из разных школ столичной области. Тем не менее, представительница Солигорска справилась отлично и заняла почетное третье место. Готовиться к конкурсу Софии помогал весь коллектив. Была создана творческая группа, в которую входили и заместители директора, и педагоги смежных предметов. И вы видите, что вот такая слаженная работа дала свой результат. Поэтому я хочу поблагодарить творческую группу за работу, а всех коллег, весь коллектив за поддержку. Следующий этап – республиканский. Он пройдет с 1 мая по 30 сентября. Заявка Софии Дробатович уже подана. Остается пожелать ей удачи. Редактор субтитров А.Семкин